Вячеслав Викторович Володин ставит перед нами задачу сделать все, чтобы вы, защищая нашу Родину, ни в чем не нуждались. Сегодня у нас осуществляется первая отправка при поддержке депутата Госдумы Николая Васильевича Панкова. Организована поездка в Джанкой и обратно, буквально через три дня, очередная группа ребят прибудет сюда на краткосрочный отпуск. На Саратовском автовокзале сбор мобилизованных и добровольцев, у которых закончился отпуск. Им предстоит путь обратно на место проведения специальной военной операции. Для того, чтобы бойцам было комфортно добираться, им предоставили автобусы перед отправлением слова на путствие. От лица боевого братства желаю вам одного – это воинской удачи. Все остальное, оно сложится, все остальное будет, а вот воинская удача – это то, без чего никакому воину не обойтись. Это первая централизованная отправка бойцов на СВО после отпуска. До этого им приходилось тратить деньги и самим оплачивать проезд до дома и обратно, а это около 10 тысяч рублей в одну сторону. Сейчас им начали предоставлять автобус. Куратором первой поездки назначен депутат Саратовской областной думы Роман Ирисов. На Крымском мосту досмотр транспорта и людей. Это обязательная процедура как для легковых автомобилей гражданских, так и для тех, кто следует на СВО. Далее без остановок до Джанкоя, где уже ждут военнослужащие из нескольких районов Саратовской области. Они приехали на место сбора из военных расположений. Им побыстрее хочется попасть домой, к семьям. Самые нетерпеливые отправились на такси, говорят, каждая минута на счету. Но большинство отпускников, почти шесть десятков, предпочли спокойно доехать до Саратова на комфортных автобусах. 27 часов в пути и бойцы практически дома. Поздравляю с прибытием на Саратовскую землю. Ура! 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 Сегодня надо хорошо отдохнуть, восстановить силы, помнить о демографической ситуации. На Саратовском вокзале отпускников встречали машины, предоставленные администрациями районов, чтобы доставить их домой. Сами мобилизованные отметили, что такая поддержка для них очень важна. Поэтому сейчас прорабатывается возможность сделать такие централизованные отправки на постоянной основе. Ура! Ура!